Здравствуйте, 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 дорогие мои дети! Сегодня прекрасное утро, восход уже давно, давно произошел, и наше ласковое солнышко взошло высоко над горизонтом. Я хочу познакомить вас сегодня с моим новым другом, этим замечательным-замечательным мечтокрылом и крылоруком. Вы знаете, они все мои большие-большие друзья. Здесь на земле у вас они называются насекомые, а у нас на Скайрусе, на небесной России, это мечтокрылые крылоруки, летающие цветы. Один из них, вот он, я принес сегодня его на мой любимый пруд. Вот этот пруд. Это озеро надежды, озеро желаний, океан мечты, море любви. Я принес его сюда, он прилетел ко мне, ко мне вчера вечером домой, представляете себе, прихожу, он сидит на подоконнике. Я сложил его в эту замечательную-замечательную коробочку, и сейчас на ваших глазах я запущу его в небо. Посмотрите, я положил ему травки и бумажку, потому что коробочка пластиковая, и ему будет очень неудобно скользить лапками по пластмассе. Вот он в этой бумажке спит. Здравствуй, здравствуй. Да, я показывал вам уже этот мой бронзовый солдат АКМ. Ха-ха-ха, армии крылоруков и мечтокрылов. Вот он, вот он, спящий друг. Просыпайся, просыпайся. Я хочу, чтобы ты полетел на Скайрус, на небесную Россию, в Российскую Небесную Федерацию, чтобы ты показал детям, как ты можешь летать. Ну, давай, тебе нечего бояться. Жуки, когда пугаются, они не такие быстрые и ловкие, как бабочки. Они не улетают, они притворяются мертвыми. Они замирают, складывают свои лапки и сидят на месте. Ну, это у них такая защитная реакция, чтобы хищники их не тронули, чтобы они подумали, что они умерли. Но сейчас, сейчас, оживший под этим ласковым солнцем жук полетит на небесную Россию. Давай, давай, мой друг. Здесь на земле он называется бронзовка золотистая или бронзовка обыкновенная, да, в переводе с греческого или с латинского, да. Латинское его название происходит от древнегреческих форм. Это металлический жук. И действительно, посмотрите, как блестит его панцирь, как металл, как танк. Этот бронзовый солдат АКМ армии крылоруков и мечтокрылов. Вот, металлический жук, золотистый, да. Посмотрите, как на солнце отливает его броня изумрудным золотом, да. Это очень красивый жук. Жучок, когда прилетел ко мне домой, мог ли ты подумать, что ты отправишься, отправишься в это замечательное путешествие к солнцу. Да, обычно жуков, залетевших домой, ждет совсем другая доля и судьба. Увы, увы, но ты, ты попал к директору космозоу. Ха-ха-ха. К такому же мечтокрылому крылоруку, как и ты. Поэтому тебе повезло. Я запускаю тебя на Скайрус, на небесную Россию, в Российскую Небесную Федерацию. Лети на Скайрус, на планету русской души и любви. Лети на Дориалу, планету детства и чудес. Лети, мой друг. Передай привет Дориалочке. Дочурочке Косморосса. Это и Снегурочке 21 века. Пусть она услышит меня. Ну, здравствуй, здравствуй, моя Дориалушка. Скайрус шлет тебе привет вместе со своим другом, мечтокрылым крылоруком, бронзовым солдатом армии. АКМ, армии крылоруков и мечтокрылов. Лети, лети, мой бронзовый друг, мой солдат. Я приказываю тебе, я твой генерал, генерал армии, мечтокрылов и крылоруков. Вот твой аэродром, крылодром. Лети, взлетай, и передай привет моей дочери. Я верю, что ты долетишь прямо до нее, прямо до нее. И она, наконец, услышит своего отца и поймет, как он ее любит, что он никогда не забывал о ней, что он помнит, всегда помнит о ней. И скоро, скоро мы вместе Скайрус и Дарьяла будем открывать космозову Мечтариумы по всей стране, по всей России, во всей Российской Федерации на Земле. Да, а на Скайрусе в Российской Небесной Федерации космозов уже давно открыт, давно, он уже существует в моем мечтокрылом лесу. Да, посмотрите, как радуга играет своими лучами на спине, на спине этого мечтокрыла. Он нежится под лучами солнца. Это прекрасно. Да, он еще не проснулся. Все мы любим поспать с утра. Жучок. Ха-ха-ха. Жучок, мне, мне пора на работу. Я сейчас сплю, и на Земле я вынужден работать небесными лобзиками, небесными дрелями, даже небесной циркулярной пилой. Мне, мне пора, пора на работу, поэтому я отпускаю тебя. Давай, садись на этот листик. Вот, посмотрите, вот так они притворяются, когда им страшно. А, я умер, я сплю, не трогайте меня. Не бойся, не бойся, не бойся. Давай, я переверну тебя на этом листе лопуха. Сейчас, дети, вы увидите, как он оживёт. Посмотрите, какая прекрасная радуга, радуга из цветов и растений играет на этом листе лопуха. И этот прекрасный бронзовый солдат, он проснётся, проснётся, проснётся и полетит к солнцу. Да? Давай, мой бронзовик, ползи, ползи, мой землянин, дорогой землянин, живущий на земле. Скоро, скоро ты станешь русианином, гражданином Российской Небесной Федерации. Да, 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 как только мой волшебный портал откроется на земле для всех детей России, для всех детей земли, я всех-всех-всех вас, всех детей и взрослых детей, ха-ха-ха, да, все мы дети, ну, по крайней мере, до пенсии, все дети, я всех вас превращу в русиан, граждан Российской Небесной Федерации. Ну, а мне пора, пора, мне пора на Скайрус, в Небесную Россию, в Российскую Небесную Федерацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова